Согласитесь, сегодня перестали быть первоочередными проблемы отечественной космонавтики. Мы свыклись уже и с ее победами, и с ее поражениями, с конверсией, коммерциализацией и даже прямые репортажи с места посадки спускаемого аппарата не волнуют нас как прежде. Проблем в нашей космонавтике от этого, однако, не стало меньше. Закончена очередная космическая экспедиция. Специалисты по крохам собирают доставленный с орбиты груз. Честно говоря, ограничения по массе позволяют доставить с экипажем на Землю только самое драгоценное. Теоретически возможно возвращение груза с помощью корабля «Прогресс-М». Но проект потребует немалых расходов на теплозащиту, на средства посадки спускаемого контейнера. Каждый грамм привезенного материала станет в буквальном смысле золотым. Но выход все-таки есть. Помните, у Жюля Верна герои отправляются в снаряде из пушки на Луну? В скольких научно-популярных книгах и фильмах доказывалось, что такой полет невозможен, что люди будут раздавлены ускорением и не достигнут желанной цели. Но если разместить в снаряде не людей, а груз, и выстрелить его на Землю, конструкторам и проектировщикам научно-производственного объединения «Энергия», задача была поставлена предельно просто. С помощью отработанных технологий и материалов увеличить грузопоток между станцией «Мир» и «Землей». Вскоре пришло решение. Возвращать груз капсулой и снарядом, а в качестве своеобразной пушки использовать грузовой корабль «Прогресс-М». Корпус капсулы выполнили из традиционного алюминиевого сплава АМГ-6 с высокими прочностными характеристиками и отличной технологичностью. А это раскраивается выходная шубка для капсулы. Термостойкая оболочка из легкого, прочного и надежного материала защитит капсулу и от космического холода, и от высокотемпературного разогрева в плотных слоях атмосферы. Нашло свое применение и теплоизоляционное покрытие, которое успешно эксплуатируется на спускаемых аппаратах корабля «Союз-ТМ». Обрабатывать материалы любой прочности, от стекловолокна до титановых сплавов, и любых размеров, от маленькой по космическим понятиям капсулы до спускаемых аппаратов «Союз», позволяет уникальный станочный парк «НПО-Энергия». В кратчайшие сроки удалось спроектировать и изготовить опытные образцы возвращаемой баллистической капсулы. Но прежде чем отправиться на орбиту, космическая техника проходит большой объем экспериментальной отработки. Вибростенд, низко- и высокотемпературные камеры, барокамеры создают для любого изделия неземные, прямо скажем, жесткие условия. Отработка процесса выталкивания – важный этап подготовки к будущему полету. Для космических экипажей пропуском в космос служит медицинское заключение. Для космических изделий – поэлементные диагностические испытания. Как себя чувствует капсула? «Все нормально», считают эксперты. «Можно загружать в прогресс М». Монтажно-испытательный комплекс космодрома Байконур. Еще каких-нибудь полгода назад съемки здесь велись строго для служебного пользования. Сегодня не только со съемок, но и со многих работ, таких, скажем, как создание возвращаемой баллистической капсулы, снята завеса секретности. Первая из капсул доставит результаты экологического мониторинга территории СССР, заказчиком которого выступил Государственный комитет охраны природы. Сборка и подготовка капсулы к возвращению на Землю будет осуществляться космонавтами. Экипаж в составе Анатолия Афанасьева и Мусы Монарова, восьмая основная экспедиция на станцию «Мир», знакомится с устройством космической новинки, обкатывает каждый пункт работы с ней. Капсула размещается в прогрессии «М» поотсечно. После сборки и укладки полезного груза, механизм выталкивания с капсулой устанавливается в люки грузового корабля. Возвращение капсулы на Землю изменило привычную схему полета грузовика. Теперь после его отхода от комплекса «Мир», торможения и ориентации, капсула выталкивается на высоте 100-130 километров. Космическая телекамера передает в центр управления полетами. Первая капсула отошла от корабля. Дальнейшие пути дороги прогресса «М» и капсулы расходятся. Ему сгореть в плотных слоях атмосферы над территорией полигона, ну а ей устремится в объятии Земли. Все предусмотрено для жаркой встречи. Переднее днище капсулы выдерживает температуру в 1800 градусов Цельсия. По команде барометрического датчика отстреливается крышка парашютного контейнера. Алюминиями диполями обозначается место парашютирования. Вводится в действие парашютная система, затем радиосистема и проблесковый маяк. Группа специалистов НПО «Энергия» вылетела к предполагаемому месту посадки первой капсулы на исходе светового дня. Обнаружили ее уже в темноте. Наверное, по космическим масштабам это событие нельзя назвать эпохальным, но незначительным его тоже не назовешь. Появилась возможность доставлять с орбиты полезный груз массой до 150 килограммов. Первый блин оказался на редкость удачным. Ну а глубокий анализ ожидал капсулу уже дома. Заключение специалистов самых разных космических профессий было однозначным. Возвращаемая баллистическая капсула выдержала экзамен. Посылка с орбиты. Сегодня это кинопленки, завтра кристаллы или биопрепараты, скажем, интерферон, несколько граммов которого окупят космическую экспедицию. Спору нет, конверсия – дело хорошее. Но делать ночные горшки из ферросплавов, лопаты из титана, грабли из броневого листа – занятие бессмысленное и расточительное. Космос многое может дать народному хозяйству. Возвращаемая баллистическая капсула – новая возможность промышленного и коммерческого использования космонавтики. В НПО «Энергия» ведутся дальнейшие работы по созданию модификации баллистической капсулы. КОНЕЦ КОНЕЦ